В данной необходимости обзорована реализация образовательных программ в среднем профессиональном уровне разобрались с целью заведения занятий студентов в первом курсе по специальности детственных дел. У вас какое количество студентов обучается на сегодняшний день? У вас что-то из-за того выпуска, который здесь делал в этом году, какое количество у вас медицинских работников пошли работать в систему здравоохранения? Выпуск у нас был 104 человека, и практически все они пошли работать в нашей обществе. Вы имеете возможность обучать большее количество студентов, или вы набираете именно вот эти программации? Мы можем обучать большее количество студентов, мы хотели бы увеличить прием, количество студентов, принимать большее на лечебное дело. В этом году мы три группы направили, вместо двух, две на бюджетном сфере, а одну на внебюджетном сфере. Мы можем больше набирать на специальности сельскохозяйственных дел, на данный момент сейчас у нас 4 группы. То помещение, которое они год назад практически отдали, потому что оно было в аварийной на Московской 40, потребность увеличения площадей крайне огромная. Мы с министром не едино разговаривали, увеличивая количество принимающих студентов, увеличивая групп. В этом году уже определенное увеличение произошло. На следующий год мы, на самом деле, просим, как минимум одну, может быть, две группы акушеров. Там как потребность колоссальная. Именно поэтому определились по 12-й школе с тем, чтобы и студентам было удобнее непосредственно проходить практику, без отрыва, так сказать, от учебы на соответствующем, в соответствующем медицинском учреждении. Здесь и коммуникация сейчас уже крайне становится удобной. Ну и площадь позволяет 12-й школе предоставить такую территорию. Кроме всего прочего, мы в прошлом году уже предоставляли помещение и пробовали обучение во вторую, так сказать, смену для студентов в колледже. Это не воспротивлено, не противоречит обучающему процессу. Именно во второй школе, которая находится в непосредственном, в принципе, для медицинского колледжа. Ну и, конечно же, ту идею, которую мы рассматривали вместе с вами по предоставлению всего здания на Ленина-2, 2800 квадратных метров. На сегодняшний день с поддержкой Вячеслава Викторовича Володина вся экспертная документация подготовлена, экспертиза имеется, документы переданы Министерству культуры Российской Федерации для рассмотрения выделения средств на капитальный ремонт с тем, чтобы расширить. Мы предполагаем, секретир Владимирович, что количество студентов надо расширять как минимум до тысячи, как минимум до тысячи, до тысячи, тысячи это минимум, тысяча-двести для того, чтобы полностью постараться восполнить вот этот пробел на рынке среднего медицинского персонала. Продолжение следует...